Понедельник день рабочий, поэтому не до гуляний. Горка на площади Советов пустует, а ведь раньше в старину к первому дню масленицы даже сооружали так называемые общественные горки. Это было главным развлечением всю неделю. В народе говорили, кто дальше всех с горки скатится, у того в доме масло хорошо будет сбиваться. Но главный символ масленицы это конечно блины, символ солнца, которое все ждут после долгой зимы. И эта традиция сохраняется. Первый день в понедельник раньше отмечали самый богатый, а сейчас мы можем целую неделю печь блины и радоваться. Что делают обычно на масленицу? Пекут блины, праздновают масленицу, засекают ее. Широкая масленица отмечается в Демитровграде широко. В буквальном смысле праздничные мероприятия, проводы зимы проводятся во всех без исключения районах города. Народные гуляния пройдут в воскресенье, но перед воскресеньем в субботу хочу пригласить всех на Верхний пруд, потому что на территории Верхнего пруда тоже состоится большой праздник. В 13 часов начала будут игры для детей, концертная программа, катание на лошадях, чаепитие и блины. Естественно центральные площадки 18 числа, их три площадки. Это Центр культуры и досуговосход, площадь, площадь Советов и Стадион молочного техникума уже традиционно. 18 февраля это не только проводы зимы, но еще прощенное воскресенье. По традиции просят прощения все от мала до велика, ведь у православных после масленичной недели сразу начинается Великий пост. Арина Макарова, Юлия Пак, Наше время.